Добрый вечер! Я Ирина Евгеньева и смотрите сегодня в Информбюро. Афера года. В Казахстане активизировались мошенники, обещающие водительские права. Сколько уже пострадавших? Это пластик, который не будет интегрирован ни в одной системе. По какой схеме действуют обманщики? В Алматы изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Сколько теперь будут платить пассажиры? Мы увидим это в качестве перевозки. Почему решили отменить оплату наличными? Когда вступает в силу новый тариф? Убийцам Дениса Тена смягчили приговор. Насколько и на основании чего? Потому что так положено по уголовному кодексу сейчас. Поклонники фигуриста сегодня отмечают шестилетие со дня его гибели. Справедливое ли наказание понесли убийцы? Кругом вода. Почему топят частный сектор и железнодорожные пути? Рельсы затопило больше десятка предприятий, оказались на грани разорения. Кого винят местные жители? Петицию против утильсбора и первичной регистрации оставят без удовлетворения. Решение об отказе было принято по результатам общественных слушаний. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Канад Шарлопаев. Напомню, в мае этого года петиция об отмене утильсбора набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов и 4 июня поступила на обсуждение группы. Сегодня стало известно, что по итогам рассмотрения оснований для отмены утильсбора в Минпромышленности не нашли. При этом Канад Шарлопаев подчеркнул, что при рассмотрении петиции были соблюдены все требования законодательства. Купить водительские права предлагают казахстанцам на сайтах объявлений и в социальных сетях. В МВД предупредили, что это очередная уловка мошенников. По какой схеме работают эфиристы и чем рискуют те, кто поверят им, узнавала Нина Шапо. Получить водительские права быстро, недорого и без бумажной волокиты, к сожалению, сегодня стремятся многие. А спрос рождает предложение. И самыми клиента ориентированными, как всегда, становятся мошенники. В Кустанай во время акции приемная на дороге полицейские напомнили, что нужно для получения водительского удостоверения и почему приобретенный через интернет документ может оказаться пустышкой. Это пластик, который не будет интегрирован ни в одной системе. Просто выкачка денег. Те лица, которые хотят они получить в водительское удостоверение, они прошли определенное обучение автошколах, где будут им даны навыки, знания правил дорожного движения. И с этими знаниями, навыками уже придут на сдачу экзаменов. Схема мошенничества распространенная. Злоумышленники втираются в доверие, просят предоплату и пропадают. Мы попытались связаться с авторами популярного объявления, но на звонок нам не ответили. А позже написали ватсап. Стоимость одной категории – 80 тысяч тенге. Но, судя по комментариям к объявлению, кто-то уже обжегся и пытается предостеречь других. Специалисты считают, что такую волну объявлений о продаже прав вызвали новые поправки в закон. У нас 45 тысяч курьеров, как говорят некоторые источники, передвигающиеся на мопедах, к первому января вынуждены стать водителями и получить эти права. Ну, куда эти люди бегут? Они же, конечно, бегут искать какие-то себе варианты, чтобы получить эти права. Получается вот эта информационная атака, в которую склинивается очень даже прекрасная мошенническая схема. Что касается мопедистов, если им удастся каким-то образом получить незаконно права, тогда это не исправит ситуацию на дорогах. Нужен тотальный контроль со стороны госорганов, так как автошколы, вероятно, не смогут справиться с таким наплывом. К ним сейчас обратятся тысячи людей. И как они их будут обучать? Возникнет очередь. Где очередь, там и коррупция. Я думаю, государству надо об этом подумать, или не знаю, кто еще об этом может подумать, о том, чтобы открыть дополнительные временные пункты обучения водителей, именно водителей мопедов. Это несложно. И это не так сложно, как водить автомобиль. Все-таки это проще. И там и права подразумевают меньше требований. Главное, подчеркивают эксперты, чтобы попытка навести порядок на дорогах не обернулась очередной кормушкой для коррупционеров и мошенников. В Алматы проезд в общественном транспорте за безналичный расчет подорожает со 100 тенге до 120. Увеличение тарифа поддержали депутаты городского маслехата. Это позволит снизить сумму государственных субсидий до 7 миллиардов тенге. Удорожание также связывает с ростом цен на запчасти и расходные материалы. Теперь в автобусах и троллейбусах Алматы перестанут принимать наличный расчет. Так решили, чтобы не отвлекать водителей от дороги. Точная дата повышения тарифа пока неизвестна. В Акимате города обещали дополнительно сообщить об этом населению. Последний раз тариф пересматривали в августе прошлого года. Тогда стоимость увеличилась с 80 тенге до 100. Сегодня ровно 6 лет с момента гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена. Он скончался из-за ранения в бедро, которое ему нанесли грабители, пытавшиеся снять зеркало с его автомобиля. Журналисты выяснили, что убийцам смягчили наказание. На каком основании это было сделано, расскажет Ануар Амангельзинов. Зеркало ценой в жизнь. Именно ради этой детали авто 6 лет назад Нурал Икиасов и Арман Худайбергенов убили знаменитого фигуриста Дениса Тена. Суд приговорил их к 18 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Однако, как выяснилось, условия их содержания смягчили. Данные осуждённые отбывают наказание в учреждениях уголовной исправительной системы средней безопасности Жамбылской и Восточно-Казахстанской области. Рассмотрение и принятие решений по ходатайствам осуждённых входит в компетенцию суда. Также сообщаем, что согласно статье 93 Уголовно-исполнительного кодекса, иная информация из личных дел не подлежит разглашению. Перевод другие учреждения уместен, говорят юристы. Мотивировано это было новым законом, который был принят в марте прошлого года в целях гуманизации. Документ позволяет приговорённым к лишению свободы на срок свыше двух лет за совершение умышленных преступлений, ранее не лишённым свободы, отбывать наказание в учреждениях уголовно-исправительной системы средней безопасности. Если бы их сегодня, вот сегодня бы случилось это преступление, сегодня бы по ним выносил суд приговор, то им бы сразу бы дали вот этой средней степени безопасности, потому что так положено по Уголовному кодексу сейчас. А там 5-6 лет назад, когда это у них там случилось, тогда было по-другому в Уголовном кодексе, поэтому им дали более высокую степень безопасности, там максимальная или как она там называется, то есть более жёсткий режим содержания. Сегодня ровно 6 лет с момента, как не стало Дениса Тене. Жизнь знаменитого спортсмена, бронзового призёра Олимпиады оборвалась на 26-м году. Именно он считался одной из главных звёзд фигурного катания на мировой арене. Ануар Мангельдинов, Сергей Шуйский, Информбюро. Суд по громкому делу бизнесмена проходит в Астане. Мужчину обвиняют в подстрекательстве, к даче взятки, в особо крупном размере и мошенничестве. Однако мать подсудимого с такими доводами стороны обвинения не согласна. Несправедливость состоит в том, что по факту в действиях моего сына нет ни состава, ни события преступления. По надуманным данным, антикор состряпал уголовное дело. И вместо того, чтобы, осознавая свои ошибки, как-то прекратить его, он в срочном порядке направляет со всеми нарушениями уголовное дело в суд. Ссылаясь на неразглашение судебной тайны, стороны не комментируют процесс. Подсудимые находятся в следственном изоляторе более полугода. А консультирующий обвиняемую сторону юрист полагает, что антикоррупционная служба возбудила уголовное дело без веских оснований. По его словам, здесь имеет место фальсификация документов. Следователь, не связався с Курганским, написал заявление в суд, что он скрывается от следствия. И то, что у него дома был обыск в Таразе. И были обнаружены подозрительные документы. И он об этом написал в своем заявлении и приложил туда какой-то протокол выемки документов. Но, хотя, никакого обыска в доме Курганского не было, вовсе не проводилось. В Казахстане сократились инвестиции на обеспечение безопасности при ЧАЭС по сравнению с прошлым годом на 11%. Но эксперты говорят, финансирование нужно только увеличивать и развивать материально-техническую базу. Потому что техногенных и природных катастроф с каждым годом все больше. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Инвестировать в борьбу с ЧАЭС стали меньше. За пять месяцев этого года инвестиции на обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях составили 1,9 млрд тенге. Это на 11% меньше, чем в прошлом году. Больше всего инвестировали в Шамкенте. Больше 800 млн тенге. В Астане 412 млн тенге. Следом в рейтинге – Атраусская, Житисусская и Жамбылская области. В целом инвестиции в сектор наблюдались лишь в половине регионов страны. Наибольший объем капитала вложений обеспечил местный бюджет, а также собственные средства предприятий. По словам специалистов, вложения нужно не оптимизировать и сокращать, а увеличивать. Обновлять технику, внедрять новые методы реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы быть готовыми к глобальным вызовам. Надо также отметить то, что сейчас климат существенно меняется в мире. Не только, а и непосредственно в Казахстане. В Град, пожары, соответственно, засуха, пожары больше. И учитывая вот эти техногенные глобальные изменения в экологии, а также в природных явлениях, это говорит о том, что надо быть готовым больше уделять внимание на превентивные меры. Но главное, говорят эксперты, грамотно расходовать средства, чтобы работа служб, которые справляются с чрезвычайными ситуациями, была эффективнее. За пять месяцев этого года служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ совместно с оперативно-спасательным отрядом спасли около 8 тысяч человек. По тревоге выезжали почти 30 тысяч раз. В основном это случаи горения, спасательные работы и пожары. С начала года у нас в лесном массиве произошло 146 лесных пожаров, а также 13 степных пожаров и около 600 степных загораний, получается, зарегистрировано на данный момент. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то у нас идет снижение. С начала года уже более 9 тысяч рейдов проведено и привлечено к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности более 2,5 тысяч людей. Сейчас пожароопасный период, когда казахстанцы должны быть бдительнее. Не разводить костры в места, где это запрещено, и не выбрасывать бычки от сигарет, чтобы не спровоцировать пожары. В Казахстане может появиться экспертная группа по защите детей от кибербуллинга в интернет-ресурсах. Проект опубликован на сайте открытой НПА Министерством культуры и информации. Как это будет работать, выясняла Оксана Матасова. Возможно, факты преследования и запугивания детей в соцсетях будет рассматривать экспертная группа. По проекту Минкультуры родитель или законный представитель ребенка сможет пожаловаться на кибербуллинг в уполномоченный орган. Собственник издания или ресурса будет обязан в течение 24 часов удалить оскорбительную или опасную информацию. Если ребенок младше, возраст 14 лет, то административную ответственность за кибербуллинг несет родитель. И я тоже задавалась вопросом, а как они будут это все рассматривать. А сейчас у меня уже на этот вопрос есть ответ. Будет это делать экспертная группа. А вот команда казахстанских айтишников в проекте Живей Киезет исследует, как социальные сети влияют на казахстанских пользователей. Специалисты говорят, по подпискам можно понять, что волнует человека. Так, при исследовании страниц с депрессивным контентом выяснилось, что на них подписаны полтора миллиона казахстанцев. И 50 тысяч из них несовершеннолетние. Первое, о чем сигнализируют социальные сети, это о возможных оффлайн живых проблемах человека. То есть они являются итогом уже каких-то переживаний, о которых человек может молчать. Особенно если это ребенок в комментариях тоже находили, что пишут, что ненавижу своих одноклассников. То есть, ну такой типа там, меня там толстым считают, некрасивый, меня там не любят. А при этом, то есть может в жизни человек ничего не проецировать. Психологи говорят, распознать, что ребенок подвергается буллингу, можно по изменившемуся эмоциональному состоянию. Подросток становится замкнутым и агрессивным. А вот сама проблема травли кроется в тех, кто ее инициирует. Для них это способ самоутверждения и самореализации. Ребенок, у которого все в порядке, не будет травить других. Первое, проявляйте спокойствие. Спокойно выслушайте и поддержите ребенка. Второе, создайте доверительную атмосферу и при необходимости соберите доказательства. Третье, мера профилактики. Научите ребенка, как правильно реагировать в таких ситуациях. Работайте над повышением его самооценки. Психолог считает, что стоит контролировать в соцсети ребенка, но лишь обсудив с ним грани допустимого. Правила создания экспертной группы по кибербуллингу будут доступны для обсуждения на сайте открытой НПА до 1 августа. Оксана Матасова, Рамиль Дусумов, Информбюро, Акмолинская область. Глобальный компьютерный сбой не затронул электронные устройства на территории Казахстана. Системы работали в штатном режиме, сообщили в Министерстве цифрового развития. Сегодня отказ систем Microsoft парализовал работу связи, транспорта, банков и торговых сетей по всему миру. Вероятной причиной называют ошибку в обновлении системы безопасности, которая привела к внезапному отключению всех компьютеров, оснащенных Windows 10. В Microsoft уверяют, что выяснили причину проблемы и работают над ее устранением. Утром о полной остановке рейсов заявили несколько крупных железнодорожных перевозчиков и авиакомпаний США и Европы. Также была парализована наземная работа десятков аэропортов в разных точках мира. Оказала, отказала программное обеспечение банков, соцучреждений, систем управления светофорами и камерами уличного наблюдения. О сбоях в работе розничных торговых сетей сообщают в США, Австралии, Франции, Китае, Испании и других странах. Ошибка Windows прервала и телерадиовещание. Не работали американские каналы CNN, ABC и десятки других на территории США и Евросоюза. А в Париже приостановил работу Оргкомитет Олимпийских игр и волонтерские пункты. Здесь полный хаос. Люди приезжают и не могут понять, в чем дело. Все донимают работников аэропорта вопросами, что происходит и что делать. Первый раз такое вижу. Продолжаем эфир. Казахстанцы стали активнее отстаивать свои потребительские права и интересы. Такой вывод сделали в Министерстве торговли и интеграции. Если в прошлом году в пользу потребителей взыскали 411 миллионов тенге, то в этом году почти в два раза больше. На что чаще всего жалуются казахстанцы и как защитить свои права, расскажет моя коллега Анастасия Новикова. 777 миллионов тенге вернули казахстанцам, которые обратились в Комитет по защите прав потребителей. Это результаты работы за полгода. В прошлом году за такой же период сумма была почти в два раза меньше. Отстаивать свои права люди стали активнее. Чаще всего на некачественные товары и услуги жалуются жители Алматы. На втором месте – останчане и шимкенцы. Реже за защитой своих прав обращаются жители Казалардинской, Акмолинской и Улытаусской областей. За первое полугодие в ведомство обратились почти 24,5 тысячи граждан. Больше, чем в прошлом году. Большинство обращений касается розничной и электронной торговли, бытовых услуг, сферы ЖКХ и общественного питания. Также провели проверки в отношении предпринимателей. К административной ответственности привлекли почти 650 субъектов бизнеса. Кроме того, в комитете провели соцопрос, чем довольны, а чем недовольны граждане. Результаты социологического опроса прошлого года, 23-го года, показали, что основная масса – это порядка 65% респондентов, недовольны, недовольны. Так участились случаи, когда в автосалонах продают авто ненадлежащего качества, которые ломаются сразу после покупки. Владельцы таких машин обратились в ведомство, и им удалось вернуть больше 168 миллионов тенге. А есть случаи, когда в автосалонах продавали машины уже с браком. В автосалонах умудряются предоставлять и показывать в продаже один автомобиль. Люди его выбирают, конкретно этот автомобиль выбирают. И когда речь доходит, то есть они оформляют документы, и когда речь доходит о том, чтобы забрать свою машину с салона, непосредственно оказывается, что это не та машина, с которой мы сейчас сфотографировались, и разница в ВИН-коде всего в одной цифре. Эксперты по защите прав потребителей говорят, некоторые не обращаются за отстаиванием своих прав, а между тем, чтобы увидеть реальную статистику, важны все заявления. Анастасия Новикова, Довранабдиев, Авзал Турабеков, Информбюро. Неожиданный потоп парализовал работу нескольких предприятий и испортил жизнь жителям частного сектора в Караганинске. Почему новый водоем образовался прямо на железнодорожных путях и кого винят бизнесмены и местные жители, выясняла Людмила Батюшкина. Такая картина уже стала привычной. Мужчины бродят в воде и прощупывают дно. Водители ищут потерянные номера. Проезжал, видите, машина стоит без номера. Смыло где-то и все. Но теперь проблема. Теперь надо в ГАИ. Поначалу думали, это паводок, но уже лето, а вода только прибывает. Из-за того, что рельсы затопило, больше десятка предприятий оказались на грани разорения. Не можем сюда завозить материалы, чтобы производить бетон и так далее. То есть мы несем большие убытки. Мне пришлось снять уже всю железную дорогу из-за того, что она в воде пришла в негодность. И получается распускать весь коллектив. У нас на предприятии находятся 80 организаций. Вагоны принимают организации 5. То есть у нас они не приходят, нам отказ полный, простой. По мнению местных жителей, землю с водоемом, где раньше скапливалась вода, отдали в частные руки. Новый владелец засыпал водоем, чтобы выровнять территорию. И вода пошла вширь. В связи с тем, что засыпают болото, а вся вода ищет низину, и она топит поселок. Если вот так будет топить, через три месяца мы потонем. И жители, и предприниматели обращались в ЧС и Акимат. Приходили комиссии, пытались сделать дренаж. В Акимате пока не готовы давать комментарии, выясняют причину. В земельном отделе ответили, что планом детальной планировки на участке, где было болото, предусмотрено строительство. Поэтому его отдали нескольким юридическим и физическим лицам. При этом никаких геологических изысканий не проводят. Это не в результате деятельности какого-то предприятия. Вода пришла, это ваводка, и воды, это дождь, это стихия. Поэтому здесь собственникам нужно проводить определенные мероприятия, чтобы их собственность не подтапливала. У нас с земельным кодексом не предусмотрено, если в одном месте начинают строиться, прилегающие территории начинают топить, чтобы государство принимало какие-то меры. В этой зоне нет рек и озер. Официально нет водоохранных полос, говорит Даурен Шакенов. Так что обустраивать дренаж или искать другое решение проблемы должны сами пострадавшие предприниматели. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. 90% семей пострадавших от паводков в Кустанайской области получили жилье. Для 53 семей построили новые дома. 315 заселились в выкупленное жилье. 815 домов отремонтировали. В Оркалыке строят дома для 50 семей пострадавших от паводков. Сегодня ход стройки проверил лично вице-премьер Канат Бозумбаев. Здание возводят за счет средств компании «Базиса». Также зампремьер-министра проверил качество строительства 19 домов в селе Кулкамус Джангельдинского района. Сдать в эксплуатацию их обещают до конца июля. Там строительство финансировал фонд «Казахстан-Халкана». Уже отметили новоселье 22 семьи в селе Тауш того же района. В Кустанай ключи от нового жилья сегодня получили 14 семей. Дома построили на средства бизнеса и неравнодушных казахстанцев. Канат Бозумбаев поблагодарил жителей за проявленную стойкость и терпение. Также 21 новый дом получили жители села Алтынсарина. Воскресенье в Казахстане отметят День Металлурга. Президент Касым Жамар Тукаев подписал указ о награждении работников этой отрасли. Орденами и медалями, почетными грамотами за плодотворный труд, вклад в промышленное и инфраструктурное развитие Казахстана награждены больше 120 человек. А в Актюбе живет целая династия металлургов. В семье Кайрулиных побывала наша съемочная группа. Ниссабеля Кайрулова на Актюбинском заводе феросплавов работает уже 30 лет. Общий стаж крановщика у нее 43 года. Говорит, от работы не устает, ведь в профессию пришла осознанно. Хотя и была совсем юной, 18-летней. Ниссабеля Кайрулова считает, что с выбором не ошиблась. Завод – это самый настоящий воспитатель. Можно сказать, проходишь школу жизни. Ведь обычно приходят юными, а затем растут профессионально. Да и качества нужные вырабатываются. Ответственность, внимательность, аккуратность. Происходит становление личности. Вслед за матерью на завод пришли работать и все трое ее детей. Старшая дочь и двое сыновей-близнецов. Они трудятся на заводе машинистами крана первого плавильного цеха. Дочь Амандах встретила там же, на заводе, своего будущего супруга. И теперь в большой дружной семье сразу пять человек – заводчане. Вначале было сложно, но потом привыкаешь к такому режиму. Я считаю, что нашла себя в профессии. Да, нелегкая работа для женщины. Морально нужно быть готовой. Встретила на заводе своего мужа. Он – плавильщик. Создали семью. Это ведь счастье. На заводе действительно вырабатывается дисциплина. Нужно быть внимательным, ответственным. На выбор профессии, конечно, повлияло то, что мать работает на заводе. Что касается моих уже детей, думаю, когда они вырастут, сделают выбор сами. На сегодня в семье Кайроловых и Зулкашевых подрастают 15 внуков. Преемственность поколений на заводе стала настоящей семейной традицией для многих. Окрестности строящегося моста через Бухтарминское водохранилище очистили Восточно-Казахстанской области. В регионе продолжается экологическая акция «Таза-Казахстан». Активное участие в ней приняли жители Курчумского района. Строительство долгожданного моста планируется завершить в конце этого года. Привести территорию в порядок решили представители молодежного ресурсного центра и районного филиала партии «Аманат». Из Курчума 20 молодых людей приехали. Будем чистить от мусора территорию, призывая всех беречь природу, не загрязнять окружающую среду. На уборку жители района выходят регулярно. На днях государственные служащие, предприниматели, местные жители, волонтёры очистили улицы и набережные рек села Курчум. Было вывезено около полутонны мусора. В этом году проводили эко-акции «Таза-Аул», «Таза-Коще». Лучшие награждаются различными призами. Думаю, всем приятно видеть, как после очистки преобразилась территория. Ходить по чистым улицам, дорогам. Активно в подобные акции вовлекается молодёжь. К акции также присоединились предприниматели, чьи гостиницы и юрты располагаются на побережье Иртыша. Жена Раслыханова, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.